Книга пятая. Переход к европейской эпохе. Около 1500 года появилось множество признаков приближения новой эпохи всемирной истории. Речь о некоторых из эпох уже шла выше. Среди них упоминания коснулись открытия Америки и первых ростков европейских предприятий в Азии. На заре новой исторической эпохи они служат намеками на двойственную ее природу. То есть наступал этап по-настоящему всемирной истории, а также период времени ознаменованной поразительной экспансией одной цивилизации из многих, цивилизации родом из Европы. Эти два аспекта относятся к одному и тому же процессу. Наблюдается все более устойчивая органичная взаимная связь между событиями во всех странах без исключения, причем она по большому счету объясняется действиями европейцев. Они в конце концов превратились в хозяев земного шара и использовали свою силу, иногда неосознаваемую ими самими, для придания миру единства. В результате всемирная история на протяжении последних двух или трех веков приобретала все большую определенность и единство в своем развитии. В известном своем высказывании английский историк Томас Макколей однажды упомянул об американских индейцах, снимающих скальпы с голов соплеменников на берегах Великих озер ради того, чтобы европейский король мог отнять у своего соседа провинцию, на которую положил глаз. Так выглядела одна из поразительных сторон дела, о котором теперь у нас пойдет речь. О постепенном усложнении противоборства всех против всех во всем мире в условиях бесконечного расширения масштаба войн, причем политика, построение империи и военная экспансия, представляются всего лишь мелкими деталями происходившего тогда. Еще одним явлением тогдашнего исторического процесса становится экономическая интеграция в масштабе всей планеты. На передний план при этом выступает дальнейшее распространение общих предположений и соображений, достижений в сфере техники и медицины. Результат можно отыскать в одной из многочисленных наших расхожих фраз «один мир на всех». Эпоха независимых или почти самостоятельных цивилизаций подходила к концу. При всем гигантском разнообразии нашего мира, такое определение на первый взгляд выглядело диким ошибочным преувеличением. Национальные, культурные и этнические различия продолжали вызывать и вдохновлять ужасные конфликты. Историю с 1500 года можно описать, и часто ее так и описывают, чередой войн и жестокой борьбой народов. А те, кто жили в разных странах, совершенно очевидно, не проявляли большей симпатии друг к другу, чем их предшественники несколько веков назад. Но все-таки они больше похожи, чем их предки, скажем, X века, и показывают свою схожесть сотнями способов, начиная от внешнего вида, платья и заканчивая способами заработка на жизнь, а также организации их общества. Львиную долю последующих событий определяло происхождение, степень и пределы грядущих перемен. Они представляются исходом всего все еще происходящего во многих местах, иногда называемого нами модернизацией. На протяжении многих веков процесс модернизации служил переламыванию различий между культурами, то есть глубочайшему, наиболее фундаментальному выражению растущей интеграции всемирной истории. Еще один способ описания данного процесса состоит в признании того, что мир подвергается европеизации, так как модернизацию европейцы представляют себе в виде прежде всего внедрения идей и приемов европейских по происхождению. Справедливо ли, тем не менее, модернизацию приравнивать к европеизации или, как теперь часто говорят, внедрение западных ценностей? Оставим решать участникам досужих споров. Иногда их предмет касается исключительно словесных предпочтений. Зато никто не осмелится оспаривать того факта, что унификация всемирной истории, даже хронологически, начинается с европейского прорыва из отсталости в современность. Отправной точкой современной истории нам послужит Великая перемена в Европе. Глава 1. Империя цинов в Китае и великих моголов в Индии Чтобы понять критерии, по которым Европа отличается от остальных континентов, удобнее всего начать с анализа изменений в Китае и Индии. В XVI веке эти империи представляли собой, безусловно, самая состоятельная территория обитания человечества, и какие-либо признаки приближения затруднений в их развитии просматривались с трудом. Наоборот, XVI век и начало XVII века выглядят для обеих этих стран временем великого единения народов, наблюдается внедрение во всех областях своего рода последних достижений, отличавшихся от того, что было прежде. Только вот все эти азиатские достижения современности, к тому же, отличались от достижений народов Западной Европы, где ход истории устремился в абсолютно новом направлении. Индия в XVIII веке, а Китай почти век спустя, вошли в период совершенно новой категории перемен, представленной последовательной, безграничной и неослабной формой экспансии, прежде всего в истории человечества, не существовавшей. Пока такой процесс набирал силу в Европе, в Индии энергию народа сосредоточили на еще одном пути перемен. В начале XVI века эта страна все еще оставалась раздробленной на множество автономных или полуавтономных территорий. И все-таки опять процессом объединения земель пришлось заняться принцу извне, Бабуру из Кабула. Бабур родился в 1483 году в Ферганской долине на территории нынешнего Узбекистана. Со стороны отца по своему происхождению он восходит к Тамерлану, а по матери принадлежит к роду Чингизидов. В происхождении своем молодой человек, воспитанный в весьма стесненных обстоятельствах, увидел свое предназначение и черпал вдохновение для упорных трудов. Ему очень скоро пришлось убедиться необходимостью упорной борьбы за свое законное наследие, и можно назвать совсем немного монархов, сподобившихся как Бабур, завоевать такой важный город как Самарканд в возрасте 14 лет, пусть даже тут же снова отдал его врагу. Даже если отделить легенду от исторического эпизода, Бабур при всей его жестокости и двуличии все равно остается одной из самых симпатичных среди великих правителей фигур. Он необычайно щедрый, выносливый, мужественный, грамотный и чуткий. Он оставил после себя замечательную автобиографию, составленную из заметок, сделанных на протяжении всей жизни, высоко ценимую его потомками как источник вдохновения и руководства к действию. В ней мы открываем правителя, считавшего себя по культуре не моголом, а тюрком, носителем традиции народов, давно осевших в восточных провинциях прежнего халифата аббасидов. Его вкусы и манера поведения сформировались на наследии принцев персидской династии Тимуридов. Его увлечение садами и поэзией пришло из Персии и гармонично выглядело на фоне бытия Исламской Индии, дворы которой уже находились под мощным влиянием персидских представлений о норме. Бабур относился к разряду библиофилов, считавшемуся еще одной чертой натуры Тимурида. Существует легенда, будто после овладения им лохором он незамедлительно отправился в библиотеку своего поверженного противника, чтобы подобрать там труды для отправки сыновьям в качестве подарков. Он сам, среди прочего, написал сорокастраничный отчет о своих завоеваниях на полуострове Индостан, в котором отдельно коснулся традиции его народов, кастовой структуры и гораздо подробнее его дикой природы и цветов. Этого молодого принца вызвали в Индию его афганские предводители, но он вынашивал собственные притязания по линии рода Тимуридов на полуострове Индостан. Они простирались на установление правления в Индии династии великих моголов. Слово «могол» он позаимствовал из персидского языка, которым обозначались монголы, но Бабур присвоил ему свое собственное, новое значение. Изначально он собирался починить себе пенджаб, где несговорчивая знать никак не могла достичь согласия и постоянно плела интриги, но скоро пошел покорять новые земли. В 1526 году он взял Дели после того, как в сражении пал его султан. Через совсем неподолжительное время Бабур подчинил себе тех, кто пригласил его прийти в Индию, причем одновременно он покорял неверных индуистских принцев, попытавшихся воспользоваться удобным случаем для восстановления собственной независимости. Все дело закончилось созданием к моменту его кончины в 1530 году империи, простиравшейся от Кабула до границ Бихара. Обратите внимание на то, что тело Бабура, в соответствии с его завещанием, перевезли в Кабул, где его похоронили в месте, которое он всегда считал своим домом, то есть в любимом саду, а над могилой не стали возводить никакой крыши. Время правления сына Бабура, беспокойное в силу неустойчивости собственного его характера, отсутствие необходимых качеств и интриг единокровных братьев, желавших по традиции тимуридов поделить августейшее наследие на манер франкского раздела, позволило убедиться в необходимости особых мер по обеспечению безопасности и укреплению единства водчины Бабура. За пять лет господства нового правителя его выпроводили из Дели, хотя он возвратился туда, чтобы умереть, в 1555 году. Его наследник по имени Акбар, родившийся во время бесцельных скитаний его отца, зато ему составили весьма удачный гороскоп, да еще не появилось братьев-соперников, вступил на престол со всем ребенком. Он унаследовал сначала совсем небольшую часть владений своего деда, но ему предстояло построить на их основе империю, напоминавшую империю Ашоки, и тем самым завоевать трепетное уважение европейцев, присвоивших ему титул «Великий Могол». Акбар обладал многими качествами монарха. Его отличала храбрость на грани безумия. Его самая заметная слабость заключалась в упрямстве. В детстве его забавляла езда на собственных боевых слонах. Он предпочитал разнообразные виды охоты, занятия с наставниками, из-за чего, в отличие от подавляющего большинства представителей рода Бабура, остался практически неграмотным. Однажды он в схватке один на один мечом убил тигра, а еще Акбар гордился своей меткой стрельбой из пушки. Бабур внедрил стрелковое оружие в армии моголов. И все-таки он, как все его предшественники, проявил себя как большой поклонник грамоты и поклонник всего прекрасного. Он собрал собственную библиотеку. Во время его правления архитектура и живопись моголов достигли вершины расцвета. Акбар за свой счет содержал департамент придворных живописцев. Но прежде всего, талант государственного мужа Акбара проявился в разрешении проблем, возникших из-за религиозных различий его подданных. Акбар правил на протяжении без малого полувека, до 1605 года, дольше своей современницы Елизаветы I английской. Среди своих первых шагов после достижения совершеннолетия он предпринял заключение брака с принцессой Раджпутов, принадлежавшей, конечно же, к высшей касте индийцев. Брак всегда играл важную роль в дипломатии и стратегии Акбара, и его супругой, матерью следующего императора, стала дочь величайшего из царей Раджпутов, составившая ему выгоднейшую партию. Как бы там ни было, но в этом браке просматривается нечто большее, чем простая политическая выгода. Акбар уже разрешил обитательницам своего гарема исповедовать собственную религию с исполнением при дворе положенных обрядов. Надо сказать, для гаремов мусульманских правителей такая вольность позволялась впервые. Чуть позже Акбар отменил подушный налог, причитавшийся с тех, кто отказался принимать ислам. Он рассчитывал стать императором представителей всех религий, а не только исламских фанатиков. Акбар пошел даже на то, чтобы послушать христианских наставников. Он пригласил одного португальца, появившегося на западном побережье, с задачей, заключавшейся в том, чтобы отправлять миссионеров, владевших их вероисповеданием, к его двору, а также трех иезуитов, специально прибывших в Индию в 1580 году. Они вели перед императором энергичные дискуссии с проповедниками ислама и получили многочисленные знаки благосклонности, хотя их крайне разочаровал его отказ от обращения в христианство, на которое эти миссионеры долго надеялись. Он представляется нам, человеком, искренних религиозных чувств и эклектичного склада ума. Он зашел настолько далеко, что попытался учредить свою собственную новую религию, представлявшую собой симбиоз зороастризма, ислама и индуизма. Успех к нему пришел совсем незначительный, так как за ним пошли разве что благоразумные придворные, зато появились и оскорбленные им. Как бы все это кто-то не истолковывал, ясным остается одно. Умиротворение тех, кто отказывался исповедовать ислам, служило средством облегчения управления народами Индии. Призыв Бабура, содержащийся в его мемуарах, к религиозному примирению, к тому же обезоружил врагов, рассчитывавших на стычки между иноверцами, ведь Великий Могол с самого начала своего правления занялся покорением и присоединением к своей империи многочисленных новых индуистских территорий. Он восстановил единство Северной Индии от Гуджарата до Бенгалии и начал покорение Деканского плоскогорья. Империя Моголов управлялась посредством системы администрации, львиная доля которой сохранилась на протяжении большого периода эпохи британских раджей. Хотя Акбар проявил себя не только новатором в сфере государственного управления, сколько хранителем и учредителем унаследованных уже учреждений. Чиновники управляли подданными императора от его имени и по его прихоти. Основная их функция заключалась в предоставлении по мере необходимости обученных солдат и в сборе податей, теперь уже пересмотренных в соответствии с более гибкой системой, рассчитанной на охват всей империи и придуманной индийским министром финансов. Новая налоговая система внешне обеспечила невиданное достижение в организации общества, фактически обеспечившее увеличение производства материальных благ с соответствующим повышением уровня жизни населения на полуострове Индостан. Среди прочих реформ, заслуживающих нашего внимания, если не в силу последствий, то в силу намерений, заслуживают упоминание осуждения обряда сати, то есть публичного самосожжения вдов на похоронных кострах их умерших мужей. Главная заслуга Акбара состоит в том, что он обеспечил стабильность своего режима. Он разочаровался в сыновьях и ссорился с ними, но все-таки, когда он умер, его династия уже прочно стояла на ногах. Мятежи, тем не менее, иногда случались. Некоторые из них внешне поощрялись озлоблением мусульман из-за откровенного отхода Акбара от их веры. Даже в так называемую тюркскую эпоху острота религиозного противостояния между приверженцами и противниками ислама несколько притупилась из-за захватчиков, укоренившихся в новой для них стране и перенявших индийский стиль жизни. Одним из первых признаков ассимиляции считается появление нового языка урду. Он стал языком общения правителей и подданных, состав которого вошли слова из хинди, а также персидского и турецкого языков. Прошло совсем немного времени, и появились признаки всепоглощающей мощи индуизма, способного даже ассимилировать ислам. В XIV-XV веках получило распространение новое вероисповедание, поборники которого через популярные гимны славили практически монотеистический культ Бога, нареченного именем Рама, обещавшего всем людям любовь, справедливость и милосердие. Со своей стороны, кое-кто из мусульман, еще до прихода к власти Акбара, проявлял интерес к идеям индуизма и уважение к его проповедникам. Речь идет об их приобщении к индуистским обрядовым представлениям. Чуть позже появились наглядные свидетельства того, что новообращенные в ислам проявляют склонность к почтению захоронений святых мужей. Они превратились в места поклонения и паломничества, что устраивало сторонников второстепенного их предназначения в системе монотеистической религии, а также послужило сохранению тем самым функции мелких и местных божественных созданий, которым всегда находилось место в индуизме. Очередным важным событием, случившимся при жизни Акбара, следует упомянуть укрепление первых прямых отношений Индии с Атлантической Европой. Связи со Средиземноморской Европой уже немного облегчились самим приходом ислама. Постоянный, пусть даже весьма протяженный контакт от Леванта до Дели поддерживался благодаря общей религии. Время от времени в Индии появлялись европейские путешественники, и индийские правители могли использовать повод для привлечения к себе на службу случайного технического специалиста, хотя после османских завоеваний они приходили совсем нечасто. Но изменения, когда Индия навсегда станет совсем другой страной, ждали еще далеко впереди. За прибывшими уже европейцами последуют новые во все большем количестве пришельцы, и они останутся в Индии навсегда. Процесс переселения европейцев начался в конце XV века, когда на Малабарское побережье высадился один португальский адмирал. В течение нескольких лет его соотечественники обосновались там в качестве купцов, и иногда они вели себя как пираты в Бомбее, Мумбаи и на побережье Гуджарата. Попытки их изгнания в тревожные годы после смерти Бабура закончились провалом, и во второй половине того же века португальцы двинулись дальше вдоль побережья, где в Бенгальском заливе основали новые фактории. Они на долгое время обеспечили для европейцев управление делами на территории Индии, как бы там ни было, но на них следует возложить вину за разжигание враждебности со стороны правоверных мусульман, так как те же европейцы привезли с собой картины и извояния Христа, Девы Марии и святых, создававшие впечатление идолопоклонства. Протестанты, когда они добрались до Индии, не так сильно должны были возбуждать религиозные чувства местных жителей. До эпохи британского колониального владычества в Индии было все еще далеко, но с редкой исторической точностью следует отметить, что первую британскую остынскую кампанию основали 31 декабря 1600 года, то есть последний день XVI века. Три года спустя первый эмиссар этой кампании прибыл ко двору Акбара в Агре, причем к тому времени Елизавета I, вручившая купцам их грамоту о присвоении статуса корпорации, уже скончалась. Итак, в конце срока правления двух великих монархов случился контакт между их странами, историческим судьбам которых предстояло сплестись на долгое время с огромными последствиями для обоих народов и мира в целом. Но намеков на такое будущее никто, скорее всего, не разглядел. В то время англичане посчитали торговлю в Индии незаслуживающей внимания и переключились на остальные страны Азии. Разница между двумя вотчинами тоже выглядела потрясающей. Империя Акбара считалась одной из самых могущественных в мире, ее двор выглядел одним из самых роскошных, а он и его преемники управляли цивилизацией, гораздо более прославленной и могущественной за все время существования Индии со времен гуптов. Королевству Елизаветы, между тем, было еще далеко до статуса великой державы, даже по европейским представлениям. На нем висело бремя долгов, а население было меньше населения нынешней Калькутты. Приемник Акбара проявил высокомерие, принимая дар, присланный ему Яковом I, несколько лет спустя. Однако будущее Индии принадлежало подданным британской королевы. Династия императоров-моголов продолжалась прямыми потомками рода Бабура с некоторыми перерывами до самой середины девятнадцатого столетия. Престиж династии после Акбара находился на таком высоком уровне, что в Индии вошло в моду заявлять о своем монгольском происхождении. Только три первых правителя, следовавших за Акбаром, заслуживают внимания историков, так как именно при Джахангире и Шах-Джахане их империя в середине семнадцатого и первой половине восемнадцатого веков разрослась до своих максимальных пределов, а при Аурангзебе во второй половине восемнадцатого века началось ее разложение. Период правления Джахангира нельзя назвать таким же славным, как при его отце, но империи удалось пережить присущие ему жестокости пьянства, что стало суровым испытанием для ее административной структуры. Религиозная терпимость, внедренная Акбаром, тоже сохранилась в нетронутом виде. При всех его пороках, тем не менее, Джахангир запомнился покровителем искусств, прежде всего живописи. Во время его правления впервые бросаются в глаза свидетельства воздействия европейской культуры в Азии. Привлекают к себе внимание художественные сюжеты, позаимствованные у авторов привозных картин и гравюр. Азиаты позаимствовали у европейцев ореол или нимб, принадлежащий христианским святым, а в Византии императором. После Джахангира всех императоров-моголов изображали увенчанными нимбом. Шах Джахан начал постепенный захват султанатов деканского плоскогорья, однако в кампаниях на северо-западе особого успеха не добился, и персов из Кандагара выгнать не сподобился. Во внутренней политике при нем наблюдается отход от принципа религиозной терпимости, хотя индусы сохранили свои позиции на государственной службе, в системе управления империей фактор религиозной принадлежности особой роли пока что не играл. При том, что сам император издал указ о разрушении всех недавно построенных индуистских храмов, он продолжал оказывать покровительство индийским поэтам и музыкантам. В Агре Шах-Джахан предохранял роскошную и изящную жизнь своего двора. В этом городе к тому же по его распоряжению возвели ценнейшее и знаменитейшее из всех индийских сооружений мавзолей его любимой жены Тадж-Махал. Среди самых красивых зданий в мире с Тадж-Махалом может соперничать разве что мечеть Кордовы. Жена скончалась вскоре после вступления Шах-Джахана на престол, а мавзолей для нее строили на протяжении двадцати с лишним лет. Он представляет собой венец творения с аркой и куполом, считающийся одним из самых ценных предметов исламского наследия в индийском искусстве и величайшим памятником ислама в Индии. Ниже уровня двора картина Индии великих моголов выглядит отнюдь не такой привлекательной. Местным чиновникам приходилось собирать с населения все больше денег, уходивших не только на содержание двора и оплату военных компаний Шах-Джахана, но еще к тому же на нужды гражданской и военной верхушки, существовавшей исключительно за счет производителей материальных благ, практически ничего не дающей взамен. Не принимая во внимание местные потребности или стихийные бедствия, алчные сотрудники налогового аппарата империи иногда могли отобрать у земледельца до половины его дохода, поступление в казну, никто не собирался тратить на что-то по-настоящему полезное для империи. Бегство земледельцев со своей земли и подъем сельского бандитизма служат наглядными показателями страданий, вызванных такими поборами и сопротивления им. Но все-таки со своими обременительными аппетитами Шах-Джахан нанес своей империи меньший ущерб, чем его третий сын Аурангзеб, охваченный религиозным энтузиазмом, который оттеснил от престола трех братьев и заключил в тюрьму своего отца, чтобы в 1658 году самому стать императором. В его характере объединились в разрушительный симбиоз абсолютная власть, болезненная подозрительность к окружению и узколобая религиозность. Сокращение расходов своего двора нельзя свести к исключению одного из пунктов в бухгалтерском отчете. Новые территориальные приобретения уравновешивались восстаниями недовольных правлением моголов подданных, которые, судя по имеющимся сведениям, противились попытке Аурангзеба запретить индуистскую религию и разрушить храмы ее последователей, а также восстановить подушный налог для тех, кто отказывался исповедовать ислам. Индусам становилось все труднее продвигаться по государственной службе. Для получения повышения по службе требовалось обращение в государственную религию. Столетие религиозной терпимости закончилось, и в результате получилось отчужденное отношение к империи многих когда-то лояльных ей подданных. Среди прочих невзгод следует упомянуть провал в деле покорения деканского плоскогорья, названного смертельной язвой, поразившей империю великих моголов. Как и при Ашоке, объединить север и юг Индии не удалось. Горцы Марадхи, составившие ядро индуистской оппозиции, в 1674 году провозгласили независимость при собственном правителе. Они вступили в союз с остатками мусульманских отрядов султанов декана, целью которого ставилось сопротивление армиям моголов, вылившееся в затянувшееся сражение, в ходе которого появилась одна героическая фигура, ставшая в глазах современных индуистских националистов чем-то вроде паладина. Речь идет о Шиваджи, из фрагментов сотворившего политическую идентичность Марадхи, что очень скоро позволило ему эксплуатировать налогоплательщика так же безжалостно, как это делали великие моголы. Аорангзеб до самой смерти в 1707 году непрерывно проводил военную кампанию против Марадхи. Тут для режима наступил переломный момент, так как три его сына вступили в серьезный спор по поводу наследования престола. Практически сразу начался распад империи, последствиями которого готовился воспользоваться в своих интересах гораздо более мощный ее наследник, чем индуистский или местный принц европейцы. Можно предположить, что вина за конечный успех предприятия европейцев в Индии лежит на Акбаре, ведь он, образно говоря, не смог раздавить змею, созревшую в своем яйце. Шах-Джахан, в свою очередь, уничтожил португальскую факторию на реке Хугли, хотя к христианам в Агре позже относились с большой терпимостью. Поразительный факт заключается в том, что вершители внешней политики великих моголов не смогли предусмотреть необходимость строительства военного флота, а ведь этим оружием решительно пользовались османы в борьбе с европейцами в Средиземном море. Последствия пришлось почувствовать уже при Аорангзебе, когда европейцы составили угрозу каботажному судоходству и даже хаджу паломников в Мекку. На суше европейцам позволили создать собственные опорные пункты и плацдармы. После нанесения поражения португальской эскадре англичане в начале 17 века завоевали право на свою первую торговую концессию на западном побережье Индостана. Затем в 1639 году в Бенгальском заливе с разрешения местного правителя они основали в Мадрасе Ченнаи первое в Британской Индии поселение названное Форты Сейн-Джорджа. Позже англичане поссорились с Аурангзебом но к концу 17 века приобрели новые фактории в Бомбее и Калькутте. Их судам принадлежало бесспорное превосходство в торговле перехваченное у португальцев но к 1700 году в поле зрения попадает новый европейский соперник англичан. Основание французской Ост-Инской кампании относится к 1664 году и в скором времени в Индии появляются ее собственные поселения. Впереди лежало столетие конфликтов но возникали они не только между новыми европейскими пришельцами. Европейцам уже приходилось сделать головоломные политические выборы из-за неопределенности возникавших когда власть моголов утратила свою былую непререкаемость. Возникла потребность в налаживании отношений с их противниками а также с императором так как англичане в Бомбее обнаружили продолжая беспомощно наблюдать за происходящим как силами своей эскадры маратхи заняли один остров в Бомбейской гавани а адмирал моголов соседний с ним остров в 1677 году один чиновник передал в митрополию серьезное предупреждение своим работодателям в Лондоне на текущий момент требуется чтобы вы занялись своей общей торговлей с мечом в руках к 1700 году англичане прекрасно осознавали как много у них стояло на кону с этого момента Индию все больше захватывают события навязываемые ее народу иноземцами наступает эпоха фактически всемирной истории остается совсем немного свидетельств былого величия Индии в 16 веке португальцы привезли с собой перец чили картофель и табак из Америки уже меняется индийский рацион питания и структура сельского хозяйства в скором времени должны появиться такие культуры как кукуруза папайя и ананас судьба индийских цивилизаций и правителей может подвергнуться коренному изменению как только наладится новая связь с внешним миром все-таки с приходом европейцев великий период империи великих моголов не закончился просто по большому совпадению пришельцам оказалось выгодным существованием их режима главным объяснением сосуществования моголов с европейцами можно назвать великое разнообразие субконтинента и неспособность его правителей заручиться народной поддержкой Индия оставалась континентом правящей аристократии эксплуататоров и трудолюбивых земледельцев за счет которых отъедалась правящая верхушка государства превратились по большому счету в механизм отъема ресурсов у производителей с передачей их в пользу паразитов несмотря на все ее политические проблемы Индия в начале 18 века выглядела очень богатой страной отдачу ее сельскохозяйственной экономики можно назвать самой большой чем где бы то ни было еще что во многом определялось мягким климатом производители постоянно повышали качество и количество предлагаемого товара для которого находились крупные рынки за пределами собственной границы Индии в таких городах как Ахмадабад расположенном в западной провинции Гуджарат изготовление текстиля из хлопка становилось преобладающим источником занятости и в других городах Индии тоже происходило расширение рыночной экономики даже при том что Индии предстояли величайшие в ее современной истории преобразования некоторые ключевые стандартные блоки современности уже находились на положенном им месте Индия выглядела совсем иначе чем 200 лет назад когда началось торжение великих моголов перемены в Китае тоже шли полным ходом в начале 17 века всю территорию этой страны покорили представители новой династии присвоившие ей название Цин означающие ясный или яркий государство династии Цин представляло собой некий политический проект реализованный союзом племен происходивших из северо-восточного Китая их ведущие кланы числились манджурами то есть потомками племен Чурджений игравших важную роль на протяжении 12 века к тому же не будем забывать о монголах корейцах и китайцах они считали государство династии Мин выродившимся и полагали что им теперь принадлежит мандат небес и миссия по восстановлению Китая они придерживались конфуцианской идеологии в том смысле что восхваляли древние добродетели и примеры для подражания но по сравнению с направлением конфуцианской теории мыслителей Китая после 12 века цинская идеология представлялась примитивной формой взглядов приписанных учителю кун-цзы сосредоточенных на простых дихотомиях и предписаниях по поводу поведения на самом же деле цины сотворили идеологию господства и покорения оставив в себе центральное место спасителей Китая цинское государство выглядело предприятием неперспективным и у него как и у китайских коммунистов в 20 веке насчитывалось совсем немного шансов на успех если бы немногочисленные изъяны династии Мин ближе к завершению срока ее правления к 1600 году династия Мин выглядела бестолковой закоснелой и продажной монархией и в то же время как появляется убедительное доказательство нарастания проблем у простых людей особенно у жителей сельской местности можно предположить что свою роль сыграли климатические изменения из-за которых на севере Китая стало холоднее и засушливее чем было прежде свидетельств того что Мины пытались как-то им помочь практически не существует все получается совсем наоборот придворные и евнухи занялись в основном своими внутренними делами в силу собственной неспособности охватить общую картину происходящего за пределами запретного города в Пекине где они жили за стенами Пекина государственная служба продолжала функционировать вполне сносно зато возникла слабость в центре власти которой решили воспользоваться враги режима конец ему пришел очень скоро после обострения внутренних разногласий среди самих чиновников империи Мин один генерал на севере поднял мятеж и двинул свою армию на Пекин столица империи пала в апреле 1644 года и последний император династии Мин повесился на угольном холме позади запретного города когда войска повстанцев входили в парадные ворота провозгласив в 1636 году свою альтернативную династию Цин маньчжуры стали ждать развития событий по мере того как хаос распространился на весь Китай цинские отряды под предводительством принца Доргоня и перебежчика из лагеря минов У Сяньгуя в июне 1644 года вошли в столицу фактически не встретив сопротивления якобы ради воздаяния должного предателям и восстановления добродетели на самом же деле они провозгласили молодого императора Цинь Шуньцзы правителем всего Китая и начали жестокую кампанию по уничтожению всего что осталось от приверженцев династии Мин по всему Китаю в ближайшее время они установили полный контроль над всей империей последнего претендента на престол династии Мин в 1662 году насильно вернули из Бирмы и публично казнили как врага государства Цины на словах занялись возрождением традиции но на деле их государство было современным изобретением отличавшимся от всего что существовало в Китае прежде с самого начала представлявшие разные племена предводители цинов потребовали абсолютную политическую лояльность центральной власти и ее учреждениям Китай превратился в централизованное государство совсем новым для него способом воеводы и наместники служили исключительно с согласия императора располагавшего осведомителями и шпионами во всех уголках империи императором вменялась в обязанность проведение в столице массовых официальных обрядов часто с включением элементов из нескольких религий император династии Цин считался верховным жрецом всех вероисповеданий причем не принадлежал ни к одному из них концепция Китайской империи рациональная разумная и толковая состояла в ее всеобщности Цинское государство принадлежало не какой-либо исключительной группе населения Китая а власть его могла распространяться на любое государство мира правителю которого хватало здравого смысла разделить его славу когда тяги к славе не хватало в дело вступала сила Цинское государство отличалось высокой степенью милитаризации общества один историк ввел такое понятие как культура войны в начале правления Китаем династии Цин и оно очень подошло для описываемого им явления жизни в ее армии служили профессиональные войны сведенные в 8 основных элитных боевых единиц под названием знамена усиленных отрядами пехоты офицерский корпус состоял из представителей разных национальностей как само государство цинов но при значительном численном превосходстве маньжуров и монголов воинские соединения делились на подразделения поменьше обычно с учетом их этнического происхождения цины тщательно учитывали склонность к военному ремеслу всех национальностей которыми им суждено было управлять знаменных воинов прекрасно снабжали самыми совершенными видами вооружений имевшимися на текущий момент в том числе пушками и ружьями европейской разработки но главным оружием цинов считалась стремительность и смертоносная исполнительность их конницы военачальникам нового китайского режима удалось воспользоваться накопленным за многие века в Центральной Азии опытом ведения боевых действий со стремени и создать кавалерийские отряды наводившие настоящий ужас на врагов цинские армии предназначались одновременно для покорения соседей и их запугивания практически вся Монголия и Тибет попали под власть цинов в самом начале истории их династии юго-восток нынешней провинции Гуан-Си и Юнь-Нань вошел в состав империи в результате охоты на принцев династии Мин с одной стороны и переселения туда отрядов знаменитых цинов с другой Тайвань отошел цином в 1683 году правители Кореи и Вьетнама признали сузеренитет цинов но отказались от вступления в состав их государства а правители прибрежных стран от Бирмы до архипелага Рюкью платили им дань хотя часто это больше напоминало сложные торговые сделки вдоль своих сухопутных границ с центральной Европой цины преследовали однозначно экспансионистские цели их отряды взяли под свой контроль все азиатское Тихоокеанское побережье до северной конечности острова Сахалин на западе они вошли на территорию нынешнего Синьцзяна и двинулись дальше преодолевая упорное сопротивление обитавших там племен цинский экспансионизм центральной Евразии вывел китайцев на контакт с представителями еще одной расширяющейся империи Руси императоры династии Цинь осознали необходимость нейтрализации угрозы со стороны Руси до того как предпринимать окончательные шаги по приведению западных областей под свой контроль с конца семнадцатого века и дальше между Китаем и Россией заключено множество соглашений условиями которых предполагался раздел центрального евразийского района между этими империями и в конечном счете лишение автономии степных народов сыгравших огромную роль в определении истории человечества в предыдущие две тысячи лет развязав руки на русском направлении цины приступили к войнам на истощение монгольских и тюркских групп племен во всей области между бассейном Тарима и западными берегами озера Балхаш эти войны достигли высшей точки в 1750-х годах когда китайцы устроили геноцид побежденных Джунгар навсегда уничтожив западных монголов как некую силу в центральной Евразии тем самым была достигнута гарантия того что в будущем власть над этой областью с точки зрения национальной принадлежности будет принадлежать тюркским мусульманам хотя цины предприняли попытку заселения своих новых территорий китайцами в известной мере успех цинам обеспечил своим талантом император Кан Си правил Китаем с 1661 по 1722 и его внук Цян Лун 1735 и 1796 годы Кан Си по многим параметрам послужил основателем современного китайского идеала императора при том что по своему воспитанию он выше всего ценил военные заслуги Кан Си упорно работал над освоением традиций китайской культуры и проявлял глубокий интерес к приобретению знаний о зарубежных странах в том числе о далекой Европе он приглашал к своему двору ученых людей со всех концов Азии где к ним присоединились мусульманские ученые из числа ближневосточных и европейских иезуитов этот император ввел в привычку регулярные инспекционные поездки по провинциям где распорядился усовершенствовать систему путей сообщения на месте давал указания по административным или военным вопросам ему досталась потрясающая память и работоспособность даже при том что некоторые его инициативы откладывались в силу его привычки вникать во все дела как сейчас говорят тяготел к управлению на микроуровне своевольный и нетерпеливый конси никому не позволял вмешиваться в свои планы относительно Китая а если бы он почувствовал сопротивление то головы многих тут же полетели бы с плеч по своей сути конси прежде всего был выдающимся полководцем он безжалостно подавил восстание во внешних провинциях своей империи и приступил к покорению пространств центральной Евразии и завершить его дело предстояло внуку Цянлуну первейшим долгом любого общества конси считал содержание отвечающей своим задачам армии сам же он в этом плане всю свою жизнь занимался разработкой программ боевой подготовки мобилизации новобранцев и материально-технического снабжения войск тем самым великий император сформировал военную систему сохранявшуюся в неизменном виде до тех самых пор пока ее не сокрушили вторгшиеся на территорию Китая в конце девятнадцатого века европейцы конси первым среди своих современников в Европе или Азии осознал роль образования как ключа к обеспечению необходимой боеготовности войск и начал тратить огромные суммы на научные разработки в том числе на составление собраний литературных сочинений и словарей иностранных языков его великая энциклопедия составление которое закончилось еще при жизни императора состояло из пяти с лишним тысяч томов внук конси по имени Цян Лун принадлежал уже другой исторической эпохе в империи установился относительный покой манджуры подверглись основательной китаизации а актуальные задачи выглядели более или менее понятными Цян Луну не досталось живости ума его деда зато трудолюбие ему было не занимать и все свои силы он направил на осознание мотивов и устремлений определявших действительность подданных его обширной империи в дополнение к маньчжурскому и китайскому языку Цян Лун выучил тибетский и монгольский он поклонялся всем без исключения алтарям и свято верил в то что каждый из групп населения которым он служил императором следует управлять с учетом их уникальных особенностей при этом он признал большую сложность когда приходилось к ним обращаться по отдельности он признался в своем дневнике в том что мог спутать монголов с тибетцами и наоборот Цян Лун всегда помнил о воинственных склонностях его предков на протяжении первой половины правления он успешно подавил мятежи на юге своей империи и расширил ее владение дальше вглубь центральной Евразии он к тому же вторгся со своим войском в Тибет поставив тем самым эту страну под жесткий контроль сынов на службу которых перешел Далай-Лама в качестве посредника в управлении тибетцами только вот последующие его военные кампании сопоставимого успеха не принесли главным образом из-за отсутствия ясных политических целей их проведения военные действия цинов в Бирме в 1760-х годах нацеливались на сокрушение независимой политической мощи берманского царя и использование территории данной страны в качестве трамплина для китайской экспансии в западные районы Юго-Восточной Азии но китайцы натолкнулись на жесткое берманское сопротивление поддержанное народами соседних стран в конце десятилетия цинам пришлось отступить всего лишь заручившись обещанием формального подчинения берманцев в ответ на их военные усилия берманский царь остался на своем прежнем месте еще хуже пошли дела у китайцев во Вьетнаме на территорию которого император Цян Лун в 1780-х годах послал свои войска с задачей возведения на тамошний престол предпочтительного для него претендента но после покорения численно превосходящей китайской армии северной части этой страны китайцы в скором времени увязли в боях местного значения с закаленными в сражениях отрядами вьетнамских повстанцев Цян Лун приказал своим солдатам стоять до конца но когда их все-таки пришлось выводить на территорию Китая после сокрушительного наступления вьетнамского войска в 1789 году с ними покинул Вьетнам несостоявшийся марионеточный правитель вьетнам вьетнамцы отпраздновали вывод китайских войск как собственную победу но как и бирманцы после отступления китайцев поспешили попросить у цинов вернуть им прежний статус данников Пекина в памяти вьетнамцев тем не менее наступательные операции 1789 года совпавшие по времени с празднованием нового года по лунному календарю по вьетнамски праздник Тет превратятся в символ национального самосознания и этот символ сыграл свою роль в разгроме американских агрессоров 179 лет спустя в условиях разлаженности всей внешней политики император Цянь-Лун ближе к концу своей жизни все больше обращался к внутренним проблемам собственной империи сосредотачивая внимание на делах двора он превратился в страстного коллекционера собирал например часы работы европейских мастеров а также в пылкого поэта и очеркиста собрание его сочинений содержит больше 40 тысяч стихотворений и 1300 произведений других жанров но постаревший император Цянь-Лун к тому же допустил несколько неудачных назначений на важные посты придворных фаворитов в том числе молодого маньчжура Хэсэня который в качестве фактического министра финансов до основания промотал государственную казну нравственное разложение цинского двора к концу правления Цянь-Луна проникло очень глубоко и достигло состояния как думали многие китайцы предвосхищавшего падение многих китайских династий китайское общество в конце 17 и начале 18 веков отмечено постепенным увеличением изобилия и общим повышением уровня жизненаселения который к 1800 году выдержал сравнение с уровнем жизни в любой стране мира нагляднейшим показателем такого общего процветания служит увеличение численности китайского населения количество жителей империи в цинскую эпоху выросло в два с лишним раза и к 1800 году составило около 380 миллионов человек против например 10 миллионов в Британии увеличение населения произошло благодаря длительному периоду мирного существования но следует учесть и повышение урожайности риса и поступление зерновых культур из нового света кукурузы и картофеля в том числе китайское общество изменилось еще во многих отношениях наблюдалось расширение рынков и повышение значимости услуг частных торговцев по имеющимся подсчетам сразу после 1800 года около третьей сельскохозяйственной продукции Китая шло в сферу своего рода рыночного обмена по мере наращивания производства изделий кустарного промысла пошел активный процесс урбанизации Китая в 18 веке крупнейшим городом мира считался Пекин но остальные китайские города тоже переживали бурный рост появлялись новые порты на юге империи через которые проходил значительный объем торговли с зарубежными странами из Китая шел поток чая шелка и товаров кустарного изготовления а в Китай поступала оплата в виде серебра главным образом из Америки показатель экономической мощи империи Цянлуна но не следует забывать связанность такого рода торговли инфляцией ставшей большой обузой для зажиточных аграриев цены продолжали полагать будто они управляют экономикой страны через сбор налогов регулирование цены системы государственных закупок но в действительности все больше на первый план начал выступать частный интерес противоположность частным заявлениям Китай и Индия в 17 и 18 веках претерпели огромные изменения но Европа изменилась намного больше прежде чем перейти к рассказу о Европе стоит присмотреться к тому что некоторые историки называют великой дивергенцией периода с 1600 по 1800 год когда в некоторых сферах все больше проявлялось превосходство европейского пути развития сначала превосходство европейцев нагляднее всего просматривалось в военно-технической сфере судостроении и навигации представляющих большую важность в освоении окружающего их мира но к концу 17 века оказалось что в передовых странах Европы полным ходом шла коренная ломка мировоззрения когда главного внимания потребовала наука техника и накопление капитала за революцией в области умственной деятельности последует промышленная революция хотя до наступления 19 века вторую будет трудно заметить с точки зрения ее воздействия на судьбы мира тогда как Китай Индия и другие страны Азии после 1600 года тоже прошли через интенсивные внутренние изменения не виданные в прежние времена их истории перемены там были менее бурными и не такими многосторонними как единственные в своем роде события в Европе во многих областях рост происходил вполне устойчивыми темпами а уровень жизни практически не отставал от увеличения населения уже обвального по масштабу но и в Индии и в Китае наблюдалось убывание отдачи от пошагового совершенствования технических приемов проводившегося в этих странах а равновесие в обществе внешне обеспеченное там легко поддавалось нарушению снизу в результате стихийных бедствий внутренних разногласий или внешнего нажима эволюция Азии другими словами продолжалась в направлении обозначенном еще в прошлом путеводными вехами даже при том что по крайней мере в некоторых местах можно было наблюдать ускорение хода ее истории именно Европа с пересмотром ее правителями собственного наследия и сути окружающего мира все больше становится по-настоящему иным образованием в конце своего долгого правления Цин Лун все еще сохранял убеждение в том что его империя была самым мощным государством на планете даже при том что он прекрасно осознавал необходимость совершенствования внешней политики и системы внутреннего управления как и правители которым суждено было унаследовать его империю в начале девятнадцатого века Цин Лун предпочитал постепенные изменения не представляющие опасности власти его собственной династии и не нарушающие равновесия в китайском обществе европейские миссии которые начали пребывать в Пекин в заключительном десятилетии его правления ему совсем не понравились вы утверждаете будто ваше почтение к нашей поднебесной династии наполняет вас желанием познать нашу цивилизацию написал он британскому королю Георгу Третьему но наши обряды и свод законов отличаются от ваших собственных настолько что вам вряд ли удастся пересадить наши манеры поведения и привычки на вашу чужеземную почву этот император Китая не мог себе представить возможность единого мира зато его европейские гости прекрасно такой мир представляли глава 2 новый вид общества начало современной Европы словосочетание современная история знакомо всем но не всегда оно означает то же самое понятие было время когда современной историей считалось то что произошло со времен так называемой древней истории когда предметом этой науки служила судьба евреев греков и римлян в этом смысле данное словосочетание все еще используется например для обозначения курса преподавания современной истории в Оксфорде в который включается средневековье потом наступает очередь чтобы отличить его еще и от средневековой истории теперь вводится новое уточнение так как историки начали выделять внутри его свои периоды и иногда вести речь о так называемом раннем современном периоде тем самым они действительно привлекают наше внимание к некоему процессу ведь такие историки применяют данное словосочетание к эпохе во время которой из традиции определявшейся земледельческим суверенным и замкнутым западным христианским миром средневековья появился новый атлантический мир и случилось это появление в разных странах в разное время в Англии все произошло очень быстро в Испании процесс далеко не закончился даже к 1800 году тогда как большей части Восточной Европы он едва коснулся даже столетия спустя однако реальность существования такого процесса представляется очевидной при всей неравномерности его проявления то же самое можно сказать о его важности так как при нем закладывался фундамент европейской мировой гегемонии размышления о том что представлял собой весь процесс удобнее всего начинать с простой и очевидной истины практически на всем протяжении истории человечества жизнь большинства народов глубоко и безжалостно формировалась в силу наличия у них минимального выбора или единственного пути обеспечения себе и своим семьям приюта и достаточного объема пропитания вероятность иного положения вещей появилась совсем недавно и касалась она подавляющего меньшинства населения мира а стала действительностью для любого значительного числа людей только с изменениями в экономике на заре современной Европы по большей части к западу от Эльбы средневековая Европа как и большая часть мира того времени все еще состояла из человеческих объединений в пределах которых излишки производства над потребностями потребления по большей части получались за счет тех кто их производил за счет крестьян а присваивались общественными и юридическими учреждениями а не участниками рынка когда у нас появляется повод признать существование так называемой современной Европы такой порядок изменился извлечение и сосредоточение в одном месте все тех же излишков становится одной из задач многогранного субъекта часто называемого капитализмом функционирующего по большому счету посредством сделок с наличными деньгами на все больше усложнявшихся рынках у нас появилась возможность отследить некоторые из этих изменений чего нельзя сказать об изменениях происходивших раньше потому что впервые нам достались вполне многочисленные и последовательные сохранившиеся сведения в одном важном отношении исторические свидетельства за последние четыре или пять веков содержат намного больше достоверной информации они представляются практически статистическими данными тем самым упрощается задача производства замеров источником нового статистического материала часто выступает правительство по многим причинам министры любого правительства хотели знать все больше о ресурсах находящихся в их распоряжении или о потенциальных ресурсах но после 1500 года намного более богатые данные можно почерпнуть из дневников частных лиц особенно владельцев предприятий с увеличением числа копий когда широкое распространение получили бумага и печать непомерно выросла вероятность того что тот или иной документ доживет до наших дней появились коммерческие приемы потребовавшие опубликования сведений на сводных бланках в качестве примера следует привести расписание движения судов или отчет о присвоенных ценах кроме того по мере совершенствования своих приемов историки научились обращаться даже со скудными или разрозненными источниками с большей для себя пользой чем это было даже несколько лет назад из сохранившихся документов удалось почерпнуть обширные сведения о масштабах и очертаниях перемен коснувшихся современной Европы на начальном этапе ее зарождения однако стоит проявить осмотрительность чтобы не впасть при увеличении одновременно уровня достоверности таких материалов и извлекаемых из них знаний о прошлом сбор достоверной статистики на протяжении долгого времени представлялся задачей весьма сложной до последнего времени даже элементарные вопросы например касающиеся установления жителей определенного места вызывали очень большие затруднения среди величайших задач стоящих перед монархами 18 века ориентированными на реформы заслуживают упоминания составления точных реестров земельных владений в пределах их государств их называли кадастровами межевыми или даже установления точного числа подданных первую перепись в Великобритании провели только в 1801 году то есть спустя без малого 8 веков после составления книги судного дня во Франции первую официальную перепись населения провели в 1876 году а в Российской империи в 1897 году удивляться таким запоздалым датам не приходится любая перепись или анкетирование населения требует привлечения к таким мероприятиям сложного и надежного административного аппарата опросы населения всегда вызывали его недовольство ведь когда власти обращаются за новой информацией жди новых налогов такого порядка трудности непомерно возрастали из-за отсутствия грамоты у населения каким оно было практически по всей Европе на протяжении большей части современной ее истории новый статистический материал мог послужить появлению таких же многочисленных исторических проблем какие он призван решать в нем может раскрыться запутанное многообразие явлений изучаемой эпохи подчас затрудняющие процесс обобщения значительно труднее стало понять что-либо вообще о французском крестьянстве 18 века так как в ходе исследования обнаружилось разночтение скрытое в этом простом понятии а также получается так что французского крестьянства не существовало а речь идет о чем-то еще в нескольких разных вариантах наконец через статистику можно пролить свет на факты а причины их появления останутся в тени как бы там ни было после 1500 года мы все глубже проникаем в эпоху измерений которые в целом облегчают задачу формулирования осторожных выводов о происходящих событиях что составляло большую трудность при исследовании периодов более ранней истории в остальных местах наиболее наглядным примером можно привести демографическую историю в конце 15 века население Европы подошло к рубежу своего роста продолжавшегося с тех пор до наших дней рост численности населения Европы после 1500 года можно грубо разделить на два этапа приблизительно до середины 18 века увеличение населения Европы выглядит за исключением известных локальных и временных перерывов относительно медленным и постепенным этот период примерно совпадает с так называемой ранней современной историей и считается одной из ее отличительных особенностей на втором этапе рост численности населения намного ускоряется и сопровождается огромными изменениями пока что нас интересует только первый этап так как на его протяжении прокладывается путь на котором современная Европа обрела свои очертания общие факты и тенденции в этот период истории просматриваются достаточно четко при том что они на самом деле с трудом поддаются расчету полученные цифры обосновать стало проще чем в прежние времена среди прочего потому что с начала 17 века и позднее власти всех стран стали проявлять практически постоянный интерес к проблемам населения такой интерес властей стал вкладом в основание статистики как науки тогда названной политической арифметикой появившейся в конце 17 века и получившей признание главным образом в Англии ее специалисты проделали большую работу хотя их достижения представлялись крошечным островком относительно последовательного метода в море предположений и догадок тем не менее общую картину разобрать еще можно в 1500 году в Европе насчитывалось около 80 миллионов жителей два века спустя их стало чуть меньше 150 миллионов и в 1800 году европейцев немного не хватало до 200 миллионов человек до 1750 года рост населения в Европе шел весьма устойчиво темпами обеспечивавшими в районе 1700 года ее долю в населении планеты около одной пятой части но к 1800 году на Европу приходилось практически четверть мирового населения следовательно мы видим что на протяжении долгого времени отсутствовали такие поразительные диспропорции между темпами роста населения в Европе и на остальных континентах которые появились позже представляется вполне обоснованным такой вывод подобный рост означал к тому же что в остальном численность населения Европы и остальных континентов тогда отличалась меньше чем после 1800 года получается так например что обычно европейцы умирали относительно молодыми до 1800 года в среднем продолжительность их жизни была намного меньше чем в наше время потому что народ уходил в лучший мир раньше продолжительность жизни французского крестьянина 18 века оценивается приблизительно в 22 года и ориентировочно только одному из четырех новорожденных давался шанс выжить в младенчестве тогда шансы оценивались во многом такими же как для индийского крестьянина в 1950 году или итальянца при имперском Риме сравнительно немногочисленной части народа предстояло дожить до 40 лет и так как одни питались хуже нас в таком возрасте европейцы того времени выглядели старше европейцев нынешних ростом были меньше и выглядели относительно нездоровыми как и в средневековье женщины обычно умирали раньше мужчин в этой связи многие мужчины вступали во второй или даже третий брак не как сегодня из-за развода с прежней женой а после того как в скором времени становились вдовцами семейная жизнь средней европейской пары продолжалась совсем недолго к западу от линии проходящей примерно от Прибалтики до Адриатики длительность брака была меньшей чем на востоке от нее кроме того там было принято заключать первый брак позже после достижения 20 лет от роду и на протяжении продолжительного времени сохранялась такая традиция отразившаяся на демографическом фоне востока и запада Европы в целом же однако состоятельные европейцы могли позволить себе заводить много детей у бедных слоев населения детей было меньше существуют выведенные логическим путем доказательства одновременно того что в 17 веке в ряде мест использовались приемы ограничения деторождения в семьях и что этим целем служили не только аборты и детоубийства а кое-какие еще приемы для объяснения данной таинственной загадки требуются новые факты культурной и экономической жизни европейцев того времени мы имеем дело со сферой их жизни практически непознаваемой с исторической точки зрения в условиях практически не владевшего тогда грамотой общества нам мало что известно с достаточной достоверностью о средневековом контроле над рождаемостью и еще меньше о его последствиях если вообще существовало нечто подобное для формирования представлений первых современных европейцев о себе и их роли в определении собственной судьбы в демографии в целом к тому же находит отражение продолжающееся экономическое преобладание сельского хозяйства на протяжении долгого времени оно давало совсем немного больше продовольствия чем требовалось и обеспечивало пропитание только медленно растущего населения в 1500 году Европа все еще представляла собой в основном сельский континент деревень где народ находился на весьма низком уровне существования на современный взгляд Европа выглядела пустынной население Англии многочисленное относительно площади территории по сравнению с остальной континентальной частью в 1800 году составляло всего лишь приблизительно одну шестую часть нынешнего восточной Европе оставались огромные незаселенные территории для которых правители искали людей и всеми путями поощряли переселение их туда даже при том что население Европы стремительно увеличивалось ему было еще далеко до населения Азии все-таки города в Европе продолжали расти их стало больше границы расширялись и городское население увеличивалось рост одного или двух городов шел заметно быстрее чем население в нем население Амстердама в 18 столетии в общей сложности приблизилось к 200 тысячам человек число жителей Парижа между 1500 и 1700 годами могло удвоиться и приблизиться к полумиллиону человек население Лондона скакнуло выше населения Парижа увеличившись за те же самые два века со 120 до безмалого 700 тысяч человек При намного меньшем английском населении это конечно же означало более мощный сдвиг в сторону урбанизации В английском языке появилось новое слово обозначавшее важное явление жизни пригород предместия Гораздо сложнее даются обобщения по поводу городов среднего и малого размера в своем подавляющем большинстве европейские города были довольно-таки маленькими все еще меньше 20 тысяч жителей в 1700 году но 9 европейских городов с населением больше 100 тысяч человек в 1500 году стали по крайней мере дюжиной 200 лет спустя все-таки преобладание Европы в урбанизации за эти столетия не отмечается и самые крупные города мира все еще оставались в Азии урбанизация и демографический рост в Европе распределялись очень неравномерно самой большой западноевропейской страной в эти годы оставалась Франция в 1700 году в ней проживало около 21 миллиона человек тогда как в Англии и Уэльсе насчитывалось около 6 миллионов однако проводить сравнения сложно потому что для одних областей оценки выглядят намного менее надежными чем для других к тому же свои сложности привносят частое изменение государственных границ из-за чего теряется уверенность в том что по прошествии времени мы говорим о том же самом районе в некоторых из них конечно же случилось замедление роста населения или даже его сокращение из-за свалившихся на них в семнадцатом веке бедствий в 1630-х годах Испания Италия и Германия подверглись тяжелейшим вспышкам эпидемических заболеваний случались местные эпидемии такие как Великая Лондонская чума 1665-го года рост населения прекращался из-за отдельных случаев локального голода до нас дошли сведения даже о людоедстве в Германии в середине семнадцатого века Жизнь впроголось и снижение иммунитета легко приводили к беде в сочетании с разрушением экономики которое могло последовать затощим урожаем Когда все беды к тому же усугублялись войной а войн всегда хватало в Центральной Европе неминуемо наступала настоящая катастрофа голод и болезни неотступно следовавшие за вещевыми обозами армии могли стремительно выкосить все население небольших областей в этом к тому же находило свое отражение степень до которой была все еще локализована экономическая жизнь могло случиться так что один город оставался невредимым даже в полосе проведения военной кампании если враг его не осадил и не взял в то время как на расстоянии в несколько миль другой город этот враг превратил в развалины ситуация постоянно оставалась нестабильной пока продуктивность земледелия не начала обгонять прирост населения здесь как и во многих других делах в разных странах история складывалась по-своему новый рост производительности сельского хозяйства шел полным ходом в середине 15 века одним из его признаков послужило возобновление возделывания земель заброшенных из-за резкого сокращения там населения в 14 веке все же до 1550 года такой процесс охватывал только отдельные районы Европы долгое время этими районами аграрный рост ограничивался хотя к тому моменту уже внедрили важное усовершенствование земледельческих приемов позволившие повысить урожаи главным образом через применение труда то есть интенсивное возделывание почвы однако никакие нововведения не приносили ожидавшиеся пользы там где в сельской местности оставалось неизжитым наследие средневекового прошлого быстрому выходу на некоторую самоокупаемость ряда общин не помогло даже поступление в их распоряжение денег в то время как крепостничество повсеместно вымирало в восточной Европе его пределы фактически расширялись как бы там ни было но к 1800 году если взять Европу в целом и несколько ее ведущих стран в частности сельское хозяйство считалось одним из двух секторов экономики где прогресс был нагляднее всего вторым сектором называлась торговля в целом же сельское хозяйство обещало обеспечить продолжающийся рост населения Европы сначала очень медленный но с постепенно повышающимся темпом ситуация в сельском хозяйстве медленно менялась по мере усиления ориентации на рынки и внедрения технических новшеств два этих процесса связывались воедино рядом жили многочисленные соседи обеспечившие обширные рынки сбыта то есть появился стимул для выращивания товара на продажу уже в 15 веке жители Нидерландов заняли передовые позиции во внедрении приемов интенсивного возделывания почвы именно во Фландрии с внедрением усовершенствованных дренажных систем открылся путь к повышению отдачи пастбищ и увеличению поголовья домашнего скота еще одной областью с относительно многочисленным городским населением была долина реки По через северную Италию новые зерновые культуры ввозились в Европу из Азии так рис ставший важным дополнением европейской зерновой кладовой появился в долинах рек Орно и По в 15 веке вместе с тем не все сельскохозяйственные культуры мгновенно прижились на европейской земле потребовалось около двух веков пока картофель из Нового Света стал распространенным предметом продовольственного потребления в Англии Германии и Франции причем несмотря на его очевидную пищевую ценность и массовый пропагандистский фольклор с описанием его свойств как возбуждающего половое влечение средства и эффективности в сведении бородавок из Нидерландов приемы повышения отдачи сельского хозяйства в 16 веке доходят до Восточной Англии где их постепенно доводят до совершенства в 17 веке Лондон превратился в порт для вывоза зерна за рубеж и в следующем столетии континентальные европейцы потянутся в Англию чтобы обучаться ведению земледелия к тому же 18 век принес усовершенствование земледелия и животноводства внедрение такого рода усовершенствований послужило повышению урожайности зерновых культур в качестве домашнего скота теперь считающегося делом само собой разумеющимся но до тех пор представлявшегося делом невообразимым преобразились все картины сельской местности и внешний вид ее обитателей сельское хозяйство стало первой демонстрацией того что можно было сделать с помощью зачаточной науки в виде эксперимента созерцания письменных пометок и некоторых нововведений для усиления человеческого воздействия на окружающую среду более оперативно чем позволяла селекция диктовавшаяся обычая совершенствование в аграрной сфере способствовало объединению мелких наделов в крупные угодья сокращению числа мелких землевладельцев за исключением владельцев наделов представлявших для них особую ценность поднималась занятость наемных тружеников и увеличивались капиталовложения в здания осушение болот и оборудование сельхозназначения скорость происходивших тогда перемен не следует преувеличивать одним из показателей перемен в Англии служат темпы огораживания то есть консолидации для личного пользования открытых полей и общинных земель традиционной деревни только в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого веков становятся частыми и многочисленными парламентские акты санкционирующие такое дело полная интеграция сельского хозяйства с рыночной экономикой и отношение к земле как к любому другому товару даже в Англии считавшейся лидером мирового сельского хозяйства откладывалась до девятнадцатого столетия то есть до появления заокеанских зерновых угодий зато уже к восемнадцатому веку начинал открываться путь для движения вперед значительное повышение отдачи сельского хозяйства в конечном счете позволило ликвидировать периодически возникающую нехватку продовольствия служившую препятствием на пути демографического прогресса возможно последний случай когда европейское население столкнулось с острой нехваткой продовольственных ресурсов угрожавшей новым великим бедствием как то каким запомнился четырнадцатый век зафиксирован в конце шестнадцатого столетия в дальнейшем неблагоприятном периоде пришедшемся на пятидесятые шестидесятые годы следующего века народы Англии и Нидерландов едва избежали худшего варианта развития событий в последующем голод и нехватка продовольствия в Европе превратились события локального и национального масштаба все еще грозящие надо признать значительным демографическим ущербом но постепенно их опасность отступала с увеличением объема зерна на внешнем рынке скудные урожаи говорят в 1708 1709 годах превратили Францию в одну огромную больницу однако это случилось в военное время ближе к завершению того столетия некоторые средиземноморские страны попали в большую зависимость от поставок зерна для помола муки из балтийских государств правда пройдет много времени прежде чем внешний рынок зерна станет надежным источником пропитания часто он будет реагировать слишком медленно особенно в том случае когда потребуется наземный транспорт жителям некоторых районов Франции и Германии придется страдать от нехватки продовольствия даже в девятнадцатом веке а в восемнадцатом веке рост населения Франции начнет обгонять наращивание производства продовольствия поэтому уровень жизни многих французов тогда фактически понизится для английского сельского труженика тем не менее некоторые годы того века позже будут вспоминаться как период благополучия с изобилием пшеничного хлеба и даже мясом на столе реакция на неясно ощущавшееся превышение роста населения относительно замедленного увеличения объема ресурсов для его обеспечения в конце шестнадцатого века выразилась в стимулировании переселения народов к 1800 году европейцы принесли большую пользу народам заморских стран в 1751 году один житель Северной Америки обнаружил что на его континенте находится миллион человек британского происхождения современные вычисления говорят о том что в 17 веке в новый свет переселилось около 250 тысяч британских иммигрантов а в следующем столетии еще полтора миллиона к тому же в Северную Америку перебрались немцы около двухсот тысяч человек а в Канаду некоторое количество французов к 1800 году все выглядит так что в Америке севернее Рио Гранде осели порядка двух миллионов европейцев к югу от Рио Гранде поселилось около ста тысяч испанцев и португальцев страх перед тем что дома им не хватит пропитания подпитывал тогдашнее великое переселение народов и служил отражением продолжавшегося преобладания сельского хозяйства во всех представлениях об экономической жизни за три столетия в структуре и размахе всех основных секторов европейской экономики произошли заметные изменения но в 1800 году все справедливо относилось и к 1500 году можно было сказать что сельскохозяйственный сектор оставался преобладающим даже во Франции и в Англии считавшихся крупнейшими западными странами где случился наибольший прогресс в торговле и ремесленном производстве более того повсеместно появилась совсем тонкая прослойка населения занятого в сфере промышленного производства полностью свободного от сельского хозяйства все пивовары ткачи и красильщики находились в зависимости от аграрного сектора а многие из тех кто растил зерновые культуры или возделывал почву тоже пряли ткали или как-то иначе имели дело с товарами предназначенными для сбыта на рынке наряду с сельским хозяйством радикальные изменения наблюдаются в торговом секторе экономики Европы в торговле со второй половины 15 века просматривается ускорение темпа наращивания объемов товарного оборота в Европу тогда возвращалось что-то вроде коммерческого оживления сначала проявившегося в 13 веке и его можно заметить в увеличении масштаба приемов и направлений торговых потоков снова просматривается связь с ростом европейских городов они одновременно нуждались в специалистах и обеспечивали их проживание крупные ярмарки и базары средневековья все еще продолжали существование точно так же сохраняли средневековые законы о ростовщичестве и ограничительная практика гильдий как бы там ни было еще до 1800 года появился совершенно новый мир торговли он уже просматривался в 16 веке когда в Европе началась продолжительная экспансия мировой торговли которая суждена была продолжаться фактически непрерывно кроме коротких пауз на время войн до 1930 года а после еще одной мировой войны возобновиться снова торговая экспансия началась с переноса центра тяжести экономики из южной в северо-западную Европу из средиземноморья на побережье Атлантики речи которая у нас уже шла свой вклад в это дело внесли политические проблемы и войны те что послужили разрушению Италии в начале шестнадцатого века собственная роль принадлежала мелким кратковременным но решающим факторам таким как преследование евреев португальцами из-за которого многие из них переселились в Нидерланды унеся с собой богатые навыки в торговле большой коммерческий успех в шестнадцатом веке выпал на долю Антверпена хотя все пошло прахом после нескольких десятилетий пребывания этого города в политической и экономической пропасти в семнадцатом веке первенство от него перешло к Амстердаму и Лондону в каждом из этих случаев оживленная торговля организованная в густонаселенных внутренних районах приносила прибыль направлявшуюся на цели диверсификации обрабатывающей промышленности услуг и банковского дела существовавшая с древних времен верховенство в банковском деле средневековых итальянских городов перешло сначала во Фландрию и к немецким банкирам шестнадцатого века а потом в конечном счете в Голландию и Лондон Банк Амстердама и даже Банк Англии основанный только в 1694 году в скором времени приобрели большое международное экономическое влияние Вокруг них сгруппировались прочие банки и купеческие дома владельцы которых стали заниматься предоставлением кредита и финансов процентные ставки пошли вниз а средневековое изобретение в виде векселя получило невиданную популярность и превратилось в основной финансовый документ международной торговли в данный период истории Европы начинается расширение сферы применения бумажных денег вместо слитков благородных металлов в 18 веке пускаются в обращение первые европейские бумажные деньги и изобретается платежное поручение в виде чека основатели акционерных обществ выпустили еще один вид оборотного документа представляющего собой их собственные акции паи их котировка в лондонских кофейнях в 17 веке перешла в видение основанной тогда лондонской фондовой биржи к 1800 году подобные учреждения существовали во многих европейских странах новые схемы сосредоточения капитала и его применения внедрялись в лондоне париже и амстердаме в одно время в моду вошли всевозможные лотереи и тонтины система страхования с общим фондом при которой всю сумму страховки получает член фонда переживший остальных точно так же пришло увлечение во многом наглядно губительной инвестиционной лихорадкой с печально известным великим английским пузырем Южного моря и так мир постоянно превращался в сферу деятельности ростовщиков всех мастей человечество все больше приучалось к мысли о том что деньги должны приносить новые деньги и те же ростовщики изобретали для себя все новые агрегаты механизма современного капитализма одним из производственных моментов преобразования европейского мира с конца семнадцатого века стало придание гораздо большего внимания коммерческим интересам на дипломатических переговорах причем отстаивать свои коммерческие интересы власти стран готовы были с применением вооруженных сил англичане с голландцами затеяли войну исключительно за обладание рынками сбыта товаров уже в 1652 году с данного момента ведется отсчет продолжительной эпохи в течение которой англичане с голландцами французы и испанцы снова и снова вступали в схватку по спорным вопросам важными и даже главными среди которых считались торговые споры правители не просто оглядывались на своих купцов в интересах которых развязывали войны но к тому же всячески вмешивались функционирование системы хозяйствования основанного на обмене товаром они иногда сами выступали в роли предпринимателей и работодателей известный арсенал в Венеции как говорят одно время в 16 веке считался крупнейшим производственным предприятием в мире они могли к тому же предоставлять монопольные привилегии компании в соответствии с особой хартией которой предусматривалось облегчение задачи привлечения капитала через обещание надежной гарантии на отдачу отдалевого участия в деле в конечном счете народ пришел к выводу о том что такие привилегированные компании существующие на основе королевской грамоты или специального акта парламента не всегда служат надежнейшим способом обеспечения экономического преимущества и к ним все стали относиться с недоверием последнее краткосрочное возрождение таких компаний случилось в конце девятнадцатого века как бы там ни было такого рода действия потребовали тесного вовлечения в дело государства и соответственно политику и законодательство пришлось подстраивать потребования делового сообщества Европы порой взаимосвязь развития коммерческой сферы и общества явно проливает свет на изменения чреватые действительно очень глубокими последствиями один наглядный пример находим в семнадцатом веке когда некий английский финансист впервые предложил своим согражданам услугу по страхованию их жизни с тех пор велась практика продажи аннуитетов ежегодная выплата установленная договором завещанием или другим актом по страхованию жизни людей следует обратить внимание на новизну заключавшуюся в применении в данном деле страховой науки и появившихся статистических данных политической арифметики так возникли рациональное вычисление вместо гадания на кофейной гуще относительно загадки до того времени внушающий страх из-за непонятности и отсутствия рационального объяснения такому явлению как смерть человека по мере совершенствования страховой услуги людям начали предлагать по определенной ставке страхование на случай постоянно расширяющегося перечня стихийных бедствий совершенно случайно вышло так что появилось еще одно очень важное устройство для мобилизации в больших объемах денежной массы в целях продолжения инвестиций изобретение замечательной услуги по страхованию жизни на заре которой иногда говорили о возрасте по достижении которого несовершеннолетний вправе выбирать себе опекуна дает на самом деле достаточное основание для предположения о том что масштабы экономических перемен в действительности достигали весьма широких пределов они служат слабым источником и выражением предстоящего отделения церкви от государства во всей европейской вселенной самым впечатляющим событием структурного развития европейской коммерции представляется неожиданное повышение значения со второй половины 17 века и дальше внешней торговли все произошло в рамках смещения хозяйственной активности из Средиземноморья в Северную Европу уже заметного до наступления 1500 года из-за которого впервые стали просматриваться очертания будущей мировой экономики где-то до 1580 года тем не менее эти очертания все еще по большому счету определялись иберийскими народами они не только сохраняли свое господство в торговле на маршрутах в Южной Атлантике и Карибском море но после 1564 года к тому же осуществляли регулярные плавания на так называемых манильских галеонах из Акапулько на Филиппины следовательно Китай втянули в коммерческую орбиту европейцы с далекого востока хотя на западе утвердились португальцы глобальная торговля начинала затмевать старую средиземноморскую торговлю к концу 17 века решающая роль все еще принадлежала закрытой торговле Испании и Португалии с их трансатлантическими колониями зато в торговле с заморскими странами господство перехватили голландцы которых все больше теснили достойные соперники в лице англичан успех голландцам принесли поставка на европейские рынки соленой селедки и обладание специально сконструированными быстроходными судами для транспортировки насыпных грузов типа флейт с ними голландцы сначала добились преимущества в торговле в бассейне Балтийского моря они вышли в лидеры среди перевозчиков грузов Европы подчасти с ним и англичанами ближе к концу 17 века голландцы сохраняли за собой обширную сеть колоний и факторий особенно густую восточной Азии откуда они вытеснили португальцев основой английского превосходства на море тем не менее служила Атлантика наряду с торговлей большую важность представлял рыбный промысел англичане добывали высокопитательную треску на отмелях Ньюфаундленда вялили и солили ее на берегу и затем продавали в портах средиземноморских стран где рыба пользовалась повышенным спросом из-за традиционного поста по пятницам вяленую треску здесь ее называют бакальяу даже сегодня можно увидеть на столах жителей Португалии и Южной Испании как только минуешь туристическое побережье этих стран постепенно голландцы одновременно с англичанами расширяли и разнообразили свою транспортную торговлю а также начали сами заниматься предоставлением услуг торговых посредников соревнования с ними вступили купцы Франции в первой половине 17 века оборот ее внешней торговли удвоился с ростом численности населения при известной обеспеченности надежным транспортом водный транспорт всегда обходился дешевле транспорта наземного постепенно нарастал объем внешней торговли хлебом в зерне эволюция самого судостроения способствовала перемещению таких товаров как деготь лен и деловая древесина на которых сначала держалась балтийская торговля позже сыгравших важную роль в экономике Северной Америки дело касалось не одного только потребления в масштабах Европы все эти новшества сыграли свою роль в создании условий для роста колониальных империй к 18 веку мы уже оказываемся свидетелями становления трансокеанской экономики и международного торгового сообщества ведущего дела неотъемлемые от войн и интриг по всей планете в этой экономике важная и постоянно растущая роль принадлежала рабам подавляющее большинство из них вывезли из Африки первых африканских рабов завезенных в Европу продали в Лиссабоне в 1444 году в самой Европе рабство к тому времени практически исчезло хотя европейцы все еще обращали в рабов и продавали в рабство но этим занимались арабы с турками теперь рабству предстояло получить широкое распространение на новых континентах и приобрести бесчеловечную связь с расовой дискриминацией в течение двух или трех лет португальцы продали больше тысячи африканцев а для расширения работорговли в Западной Африке европейцы открыли постоянную факторию для приема рабов по этим данным можно судить о том как быстро европейцы увидели источник большой поживы обещанной новым каналом движения товара но судить о предстоящем масштабе данного предприятия пока было рано зато с самого начала никто не скрывал крайней жестокости зарождающегося бизнеса португальцы быстро перешли к захвату детей чтобы их родители послушно шли в рабство и готовности самих африканцев к участию в нем когда пришло время отправиться за рабами дальше внутрь континента европейцы просто стали поручать это дело местным властелинам которые сгоняли пленников толпами и передавали их работорговцам оптам почему Африка превращается в центр такого бедствия человечества как работорговля причина во многом лежит в представлении о расовом превосходстве кое-кто из европейцев уже тогда рассматривал африканцев в качестве трудолюбивого послушного скота лишенного человеческого рассудка эти российские представления могли возникнуть скорее в силу сосредоточения основного внимания торговцев рабами на Африке чем из-за слабости практически всех африканских политических структур или сотрудничества многих африканских вождей или торгашей даже при том что последние причины все-таки сыграли свою роль само то что у европейских держав уже существовали фактории почти на всем африканском побережье и сопротивление одновременно со стороны коренных американцев и их жрецов пытавшихся отвратить от массового порабощения в обеих Америках также служило указанием на Африку как на континент откуда можно было привозить рабов как ни странно европейский расизм сыграл свою роль в формировании атлантического смешения всех этнических групп с миллионами африканцев расселенных по всему американскому континенту на протяжении долгого времени жители Европы а также португальских и испанских поселений на Атлантических островах приняли практически всех рабов завезенных из Западной Африки потом все поменялось середина шестнадцатого века африканских рабов доставляли через Атлантику в Бразилию на острова Карибского моря и североамериканский материк таким образом начинается продолжительный период радикального роста объема работорговли демографическое экономическое и политическое последствия которого достались даже нам нынешним обитателям планеты африканское рабство основанное на продаже одними африканцами других африканцев португальцам англичанам голландцам и французам и их последующей перепродаже другим европейцам в Америке представляется явлением со много более глубокими последствиями чем порабощение европейцев османами или тех же африканцев арабами приблизительное количество обращенных в рабство африканцев тоже внешне легче себе представить но только очень приблизительно львиная доля трудовых ресурсов за счет которых возникли и стали приносить доход американские колонии состояла из африканских рабов хотя в силу климатических факторов рабское население распределялось по американскому континенту неравномерно огромное большинство рабов всегда использовалось в сельском хозяйстве или для обслуживания бытовых потребностей хозяев темнокожие ремесленники или позже фабричные рабочие встречались совсем не часто работорговля к тому же представляла большую коммерческую важность иногда она приносила громадные барыши и ею в известной степени объясняется переполненность трюмов невольничьих судов в которых из-за духоты в пути погибал живой товар уровень смертности на один вояж невольников в таких судах редко составлял меньше десяти процентов а иногда намного превышал этот ужасный показатель предполагаемая ценность такой торговли считалась огромной и выгодной для многих хотя средняя доходность на вложенный капитал как правило сильно преувеличивалась на протяжении двух веков работорговля постоянно вызывала дипломатические пререкания и даже войны так как правители разных стран стремились ию заняться или ввести собственную монополию на нее возня вокруг такого рода торговли служит свидетельством ее важности в глазах европейских государственных деятелей без учета ее экономической оправданности когда-то широкое распространение получило предположение о том что прибыли от работорговли послужили капиталом для европейской индустриализации но от этого заблуждения все отказались по крайней мере к главным источникам их больше не относят европейская индустриализация представляется медленным процессом еще до 1800 года при том что примеры сосредоточения промышленных предприятий уже можно было обнаружить сразу в нескольких европейских странах одновременный рост перерабатывающей и добывающей промышленности являл собой по большому счету укропнение мелкотоварного ремесленного производства и его техническое усложнение а не радикальное обновление приемов и законодательной базы за два столетия занятия артиллерийским делом горная промышленность и металлургия вышли на большую высоту развития в то время как научная аппаратура и механические часы служат нам свидетельством широкого распространения навыков необходимых для изготовления изделий для проведения измерений с высокой точностью результата и понятия приобретенные деятелями науки начинали постепенно переходить в производство и на их основе формировались новое направление технологии такого рода достижения послужили формированию первой модели промышленной эпохи и постепенному коренному изменению традиционных отношений с Азией на протяжении многих столетий восточные мастера изумляли европейцев своим тонким искусством и высочайшим качеством изделий азиатский текстиль и керамика обладают превосходством которое прижилось в бытовом европейском языке слова фарфор муслин набивной ситец миткаль капок растительный пух используются до сих пор в 14 и 15 веках европейцы начинают догонять азиатов особенно в обладении современными механическими и техническими навыками азиатские монархи начали искать европейцев которые могли бы научить их подданных изготовлению эффективного огнестрельного оружия они даже занялись коллекционированием механических игрушек предлагавшихся в изобилии на европейских ярмарках такой обмен ролями произошел в силу накопления европой навыков в традиционных сферах ремесла и внедрения их в новых областях такой процесс обычно наблюдался в городах ремесленники часто переезжали из одного города в другой в соответствии со спросом на них по большому счету разглядеть такой процесс не составляет большого труда труднее понять что происходило в голове европейца заставляя ремесленника двигаться вперед да еще стимулируя его интерес к общественным благам когда повальное увлечение конструированием новых механизмов стало таким же важным аспектом периода последнего ренессанса как творчество его архитекторов и ювелиров в конце-то концов такое увлечение выглядит явлением отнюдь не повсеместным первые промышленные зоны увеличивались за счет сращивания не только центров признанных европейских производственных предприятий таких как текстильные или пивоваренные заводы тесно связанных с сельским хозяйством но и самих сельских предприятий такое положение вещей сохранялось весьма долгое время старые отрасли притягивали к себе предприятия их обслуживающие Антверпен служил крупным портом для ввоза в Европу английского текстиля в результате там появились предприятия по его доработке и окрашиванию на которых изготавливались товары углубленной переработки для отправки на рынки сбыта через тот же самый порт между тем в английской сельской местности торговцы шерстью сформировали первичный вариант промышленного роста через так сказать выдачу сельским предельщикам и ткачам необходимого им сырья еще одним фактором локализации производства служило наличие полезных ископаемых горная добыча и металлургия считались самыми важными промышленными занятиями независимыми от сельского хозяйства и предприятия данных отраслей располагались в самых разных местах но предприятиям постоянно грозило вступление в полосу промышленного застоя или даже иногда крах именно это по всей видимости произошло в Италии средневековое промышленное превосходство этой страны исчезло в шестнадцатом веке в то время как промышленная слава фламандских Нидерландов а также западной и южной Германии старого Каролинкского центра сохранялось на протяжении еще сотни лет или около того то есть до тех пор пока не появилась ясность в том что новыми промышленными лидерами выступают Англия Голландские Нидерланды и Швеция в восемнадцатом веке в разряд индустриальных стран выдвигается Россия обладавшая мощными добывающими отраслями промышленности к тому времени также начинают учитывать новые факторы промышленного развития организованная наука привлекается к внедрению промышленных приемов а формирование промышленности сознательно и подсознательно велось с помощью государственной политики полная картина экспансии и роста промышленности Европы в долгосрочной перспективе явно требует большой квалификации художника обратите внимание чтобы не впасть в заблуждение надо помнить о том что великая фаза европейского промышленного роста когда европейская промышленность и ее американские отростки приобрели качественное отличие от остальных стран по большому счету началась в девятнадцатом веке радикальные колебания легко могли возникнуть еще позже когда скудный урожай мог вызвать так сказать набеги на банки и сокращение спроса на промышленные товары причем эти колебания могли выглядеть достаточно значительными чтобы их назвать провалами дальнейшее развитие и интеграция экономики могли служить причинами новых по форме бедствий так вскоре после наступления 1500 года можно было заметить невиданный до тех пор стремительный рост цен в локальном масштабе эта тенденция могла проявляться очень остро через удвоение затрат за один только год хотя такой рост нигде долгое время не сохранялся общий результат внешне выразился в примерно четырехкратном повышении европейских цен за сотню лет на фоне инфляции 20 века подобный рост цен выглядит в целом совсем не страшным но для того времени он стал явлением довольно таки новым чреватым великими пагубными последствиями кому-то из собственников недвижимости он пошел на пользу кому-то принес непоправимый вред некоторые землевладельцы отреагировали повышением ставки арендной платы и максимальным увеличением отдачи от сборов со своих феодальных поместий кому-то пришлось распродать все свое состояние в этом смысле инфляция способствовала социальной мобильности чему часто служила в прошлом на бедных слоях населения такие спады отражались пагубнее всего ведь цена товаров сельскохозяйственного производства росла а заработная плата в денежном выражении за ценами не поспевала поэтому реальная заработная плата упала иногда все беды к тому же усугублялись местными факторами в Англии например из-за высоких цен на шерсть у землевладельцев возникло искушение к огораживанию общиной земли и тем самым изъятию ее из общего использования ради выпаса на ней своих овец несчастный крестьянин животновод голодал и таким образом как выразился один известный в то время автор комментария овцы съели людей во второй третий шестнадцатого века повсеместно поднимались народные мятежи и распространялся общественный беспорядок обнаруживавшие одновременно непонимание и серьезность всего тогда происходившего в Европе везде проявлялись крайности общества которое переживало повышение инфляции наиболее болезненно бедным она принесла нищету в то время как короле она коснулась тем что им приходилось тратить средств больше чем кому-либо еще море чернил потратили историки на объяснение того длившегося целый век повышения цен на товары в Европе их больше не устраивало объяснение изначально выдвинутое тогдашними наблюдательными и состоявшее в том что истинной причиной послужила поставка новой партии золотых слитков последовавшая за открытием приисков нового света испанцами инфляция уже шла полным ходом до того как слитки американского золота начали пребывать в сколько-нибудь значительном количестве хотя золото позже усугубило все беды европейцев вероятно главные проблемы следует связывать с ростом численности населения при том что прогресса в сфере производства все еще надо было дожить повышение цен на товары в Европе продолжалось до начала восемнадцатого столетия затем наступило время их редкого но заметного снижения до тех пор пока около 1700 года не возобновилось их медленное повышение из так называемой великой дивергенции процесса через который западная Европа сначала догнала передовые страны Азии и затем перегнала их произошли единственные в своем роде изменения в европейской экономике и обществе которые поставили данный континент и его колониального отпрыска на рельсы господства в мире отправной точкой для Азии и Европы в шестнадцатом и начале семнадцатого веков послужили передовые для них области например в Китае богатейшие ее провинции скажем Дзянсу а в Европе Северная Италия Фландрия или Англия эти мелкие области Европы богатевшие весьма быстро уже могли пользоваться некоторыми преимуществами государства в то время ослабли и утратили способность к нанесению большого ущерба экономическому развитию ряд городов пользовался высокой степенью автономии и в нескольких из них сложились понятия гражданских прав и неприкосновенности частной собственности такое так сказать программное обеспечение могло сыграть свою роль в подготовке почвы для продвижения Европы вперед хотя в наиболее урбанизированных областях Азии существовали преимущества в иных сферах главной причиной такого громадного расхождения в судьбе Европы и Азии можно назвать особенное для каждого из этих континентов сочетание материально-технической основы экономики и социально-политической настройки это сочетание выглядит единственным в своем роде для разных уголков Европы по крайней мере с 18 века и дальше ряд областей Европы и особенно Великобритания обладали доступными месторождениями каменного угля и их население могло использовать свой уголь в качестве высококалорийного источника тепловой энергии в то же самое время располагая современным вооружением и опираясь на стратегию войн высокой интенсивности европейцы овладели колониями на территории которых они начали добывать сырье для промышленности а также вывозить избыточную часть своего населения причем по мере экономического развития Европы одновременно менялись представления об окружающем мире наиболее значительное изменение коснулось пытливости творческих представителей европейской нации обеспечивших внедрение научных достижений в новые технологии товарного производства и талант европейцев проявившийся в производственной сфере послужил формированию в Европе с 1800 года и позже совершенно нового типа общества в наше время лишним будет напоминание о том сколь стремительные социальные изменения могут сопровождать изменения экономические у нас практически не осталось иллюзий по поводу неизменности социальных форм и атрибутов 300 лет назад многие мужчины и женщины полагали так что эти формы и атрибуты фактически дарованы богом поэтому все социальные изменения произошедшие в результате инфляции и надо добавить по многим еще причинам выглядят неприметными и затушеванными на фоне устоявшихся старых форм внешне и формально между 1500 и 1800 годами подавляющая часть европейского общества выглядела неизменной зато экономические реалии лежавшие в основе данного общества претерпели кардинальные изменения внешнее впечатление оказывается обманчивым изменения в стиле деревенской жизни ряда стран начали проявляться перед наступлением 1500 года поскольку сельское хозяйство все больше превращалось в сферу деятельности предпринимателей хотя совсем не только из-за этого традиционное сельское общество не могло оставаться прежним формы обычно оставались в неизменном виде однако результаты деятельности сельского общества все больше отличались от традиционных при том что феодализм все еще существовал во Франции до 1780 годов к тому времени он представлял собой не столько социальную действительность сколько хозяйственный инструмент так называемый сеньор мог никогда не видеть своих смердов мог не принадлежать к обладателям благородной крови и от своего положения он не имел ничего кроме денежных поступлений которыми ограничивались его требования к собственным смердам посвящавшим ему свой труд время и урожай дальше на восток феодальные отношения в большей степени оставались реальностью бытия таким образом нашел отражение союз правителей с дворянством заключенный ради излечения личной выгоды от участия в функционировании нового рынка зерна и делового леса возникшего в условиях прироста численности населения Западной и Южной Европы они привязали своих смердов к земле чтобы принуждать их ко все более обременительной трудовой повинности в России фундаментом общества стало крепостничество в то же время в Англии и даже во Франции поставленный на коммерческие рельсы феодализм ушел в прошлое задолго до 1800 года и благородным статусом не предусматривалось юридических привилегий сверхправ пэров собираться в парламенте еще одно их юридическое отличие состояло в том что наряду с подавляющим большинством остальных подданных короля Георга Третьего они не пользовались правом голоса на выборах того или иного члена парламента английское дворянство составляло очень тонкую прослойку общества даже после увеличения его рядов за счет шотландских пэров палате лордов в конце 18 века насчитывалось меньше 200 наследственных членов правовой статус которых передавался исключительно единственному преемнику во Франции накануне революции могло существовать четверть миллиона дворян при всем этом богатство и общественное влияние английских землевладельцев представлялось огромным ступенью ниже сословия пэров простиралось сословие со слабо обозначенными границами под названием английские джентльмены связанное наверху с семьями пэров и исчезающие на противоположном краю в разрядах преуспевающих фермеров и купцов они пользовались огромным почтением но к так называемой аристократии не причислялись принадлежность к данному сословию ценилась очень высоко с точки зрения укрепления сплоченности общества и продвижения по службе к статусу джентльмена можно было приблизиться за счет обогащения профессиональных достижений или личных заслуг по сути все дело касалось следования кодексу приличного поведения в котором все еще отражались аристократические понятия чести но цивилизованного за счет очищения его от исключительности положения изысканности и юридических подпорок в 17 и 18 веках понятие джентльмен превратилось в один из влиятельных культурных факторов английской истории правящие иерархические системы в разных странах по сути своей отличались их различия можно отыскать практически по всей Европе на приличный результат такого поиска рассчитывать не приходится тем не менее к 1700 году во многих странах просматривается общая тяга к общественным переменам в условиях сопротивления старых реформ в самых передовых странах Европы эти перемены вызвали к жизни новое представление о том что составляет статус и как его следует признавать пусть даже не в полной мере но все-таки наблюдается сдвиг от личных связей к рыночным отношениям как к способу определения прав и ожиданий народов а также смещение от корпоративного видения общества к индивидуалистическому нагляднее всего это наблюдается в соединенных провинциях то есть республики появившейся в данную эпоху на территории голландских Нидерландов фактически ею правили купцы в частности выходцы из Амстердама служившего центром Голландии числившейся богатейшей из этих провинций здесь землевладельческой знатью никогда не считались и главная роль принадлежала торговым и городским олигархам нигде в Европе социальные изменения к 1789 году не ушли настолько далеко как в Великобритании и Соединенных провинциях в остальных странах сомнения в традиционном статусе едва начали появляться персонаж широко известной французской комедии 18 века Лакей Фигаро высмеял своего господина аристократического происхождения за то что тот ничего не сделал чтобы заслужить свои привилегии разве что напрягся во время родов в то время подобное высказывание воспринималось опасным и подрывающим основы общества но особой тревоги у властей придержащих не вызывало Европа все еще оставалась пропитанной традиционными представлениями об аристократии и такое положение вещей не менялось даже после 1800 года воззрения на степень исключительности аристократии менялись но различие между благородным и подлым сословием осталось определяющим изменение выразилось в том что меньше народа все еще непроизвольно считало данное различие заслуживающим отражения в законах просто пока одни люди начали чувствовать что описание общества с точки зрения распоряжений с юридически разными правами и обязанностями больше не отражало его действительной сути кое-кто из них ощутил сомнение в том что религия служит поддержанию некой конкретной социальной иерархии долго еще время существовали основания для веры в то что богач сидит в своем замке бедняку место лишь у его ворот бог так уж распорядился кому-то вверху кому-то внизу и распорядился их состоянием как одна жительница Ольстера выразилась в стихах в девятнадцатом веке и речь тут идет совсем не о том что постоянный неизменный порядок служит выражением воли божьей уже к 1800 году некоторые люди задумались над тем что бог умилея состоятельный человек самостоятельно прошедший свой путь в этом мире а не просто унаследовавший место собственного отца управление государством представляет собой приспособление человеческой мудрости для удовлетворения человеческих потребностей сказал один ирландец восемнадцатого века и он тоже принадлежал к лагерю консерваторов широкий утилитаризм становился мерилом для оценки все большим числом народа учреждений в развитых странах в том числе социальных атрибутов прежние формальные иерархические системы подвергались наибольшему прессингу где на них налагались ограничения из-за экономических изменений в виде повышения мобильности населения роста городов подъема рыночной экономики появление новых коммерческих возможностей а также распространение грамоты и социальной осведомленности говоря в общем просматривались три разные складывающиеся ситуации в России и практически в той же самой степени в Польше или восточной Пруссии и Венгрии аграрное общество все еще мало кто потревожил новыми разработками а традиционный общественный уклад в конце восемнадцатого века оставался не просто прежним а даже не подверженным ни малейшим сомнением в этих континентальных странах надежно защищенных от угроз их существующему порядку скрытых в торговом развитии Приморской Европы традиционные правящие классы не только сохраняли за собой прежнее положение но и часто демонстрировали свою способность к фактическому наращиванию собственных привилегий во второй группе стран наблюдалось настоящее столкновение между экономическим и социальным мирами становившимися фактами бытия а существующий порядок требовалось менять когда политические обстоятельства позволяли разрешение возникшей проблемы требовалось в этом направлении двигаться хотя какое-то время им можно было сопротивляться шумным примером служит Франция но в некоторых немецких государствах Фландрии и в областях Италии возникали признаки напряжения того же самого сорта третья группа стран состояла из тех относительно открытых обществ таких как Англия Нидерланды и находившаяся через океан Британская Северная Америка где формальные различия общества уже значили меньше через сравнение богатства или даже таланта где законные права получили широкое признание экономическая возможность предоставлялась большинству населения и наглядно просматривалась зависимость от размера заработной платы даже в шестнадцатом веке английское общество казалось намного более подвижным чем общество континентальных стран и действительно когда граждане Северной Америки в восемнадцатом веке созрели до принятия собственной конституции они запретили передачу наследных титулов потомкам в этих странах предусматривался индивидуализм практически неограниченный правом в разрез с существовавшими ограничениями предусмотренными обычаями и возможностями в повествовании общего типа каким представляется наш труд легко делать вид будто мы располагаем самой точной и однозначной информацией даже предложенное грубое отделение европейских стран на три категории далеко не дает ясной картины происходящего внутри обществ представляющихся нам якобы однородными могут встречаться многочисленные поразительные отличия в передовых странах уживалось все еще очень много такого что может показаться нам странным и даже допотопным города Англии Франции и Германии по большей части напоминали мелкие барчестеры главный город вымышленного градца Барсетшир в романах Троллопа 1815-1882 годы погруженные в уютный провинциализм которыми управляли узкие группы торговых олигархий состоятельные цеховики или капитулы соборов обратите внимание на то что шартр надежно укорененный в своей средневековой сельской местности с проходящими через него со времен средневековья торговыми путями с населением 18 веке все еще той же численностью что и 500 лет назад находился на территории той же самой страны что Инант или Бордо то есть процветающие шумные порты числившиеся всего лишь двумя из нескольких городов составлявших динамичный сектор французской экономики зрелого и совершенно определенного индивидуалистического и капиталистического общества в полной мере ощущавшего себя таковым не существовало ни в одной европейской стране страны в которых капиталистические преобразования зашли дальше других отличались большей скоростью их изменения относительно ситуации существовавшей в подавляющем большинстве государств мира иногда они вызывали восхищение у будущих реформаторов один великий скептик своего времени по имени Вольтер испытал великое удивление от того что уже в начале восемнадцатого века крупный купец в Англии мог пользоваться таким же уважением и почтением как настоящий дворянин Вольтер мог допустить грех легкого преувеличения а также совершенно определенно навел тумана на некоторые важные нюансы но все таки нельзя не заметить тем более в период истории ознаменованной восхождением Великобритании в разряд мировой державы что политический класс правивший Англией восемнадцатого века представляло сословие помещиков отчаянно отражавшее помещичьи ценности однако же постоянно заботившееся об отстаивании коммерческих интересов своей страны а также смирившееся с главенством и руководством в этом деле коллективной мудрости лондонского сити хотя народ продолжал говорить о политическом расколе между носителями интересов финансовых воротил и землевладельцев и хотя политика долгое время оставалась делом урегулирования спорных моментов и противоречивых традиций внутри помещичьего сословия носители интересов в других странах встречавшие сопротивления в Англии тем не менее процветали и не чувствовали отчуждения объяснения такого явления могут показаться очень сложными некоторые из них как например коммерциализация британского сельского хозяйства отправляют нас далеко назад в историю предыдущего столетия другие такие как рост предприятий для частных инвестиций в государственной и коммерческой сфере появились гораздо позже само совпадение эволюции передового общества Нидерландов и Великобритании с их экономическими и особенно коммерческими достижениями представляется явлением поразительным когда-то его по большому счету относили на религию этих стран в результате внутрихристианского мира в обеих странах гегемония католической церкви закончилась великой смутой противники клерикалов в восемнадцатом веке и социологи в нынешние времена попытались изучить и оседлать данное совпадение протестантство стали говорить обеспечило нравственную основу капитализма такое предположение больше не выглядит правдоподобным слишком уж много насчитывается капиталистов католиков и зачастую они добивались больших успехов франция и испания в восемнадцатом веке все еще считались важными торговыми странами а в испании наблюдались во многом такие же темпы роста капитализма как в великобритании хотя позже испанцам суждено было отстать и увидеть спину британцев англия и нидерланды обладали выходом в атлантический океан и выход в этот океан имели страны в которых шестнадцатого века наблюдался стойко экономический рост однако такое объяснение все-таки выглядит далеко не полным протестантская Шотландия находящаяся на севере Атлантики долгое время оставалась отсталой нищей и феодальной существовали еще многие отличия отделявшие Средиземноморье и Восточную Европу от севера и запада наряду с географическим положением также можно привести несколько причин разных темпов модернизации стран Европы прогресс английского и голландского сельского хозяйства например можно по большому счету объяснить относительно нехваткой плодородных земель в этих странах а не чем-либо еще социально-экономическая структура европейского Востока до девятнадцатого века по сути своей выпала из западных процессов происходивших в Европе перемен историки предложили следующее объяснение хронического отставания данной части Европы например укороченный период занятия земледелием и не такие плодородные почвы как те что лежали дальше на западе с самого начала послужили причиной скудной отдачи на посеянное зерно тем самым страны Восточной Европы изначально оказались в неблагоприятных экономических условиях на решающих ранних стадиях сельскохозяйственного роста обратите внимание еще и на рукотворные помехи заселение территорий там происходило в условиях постоянных нашествия агрессивных среднеазиатских кочевников в то время как на южном направлении нависали Балканы и проходила граница с Турцией в течение многих веков этот район служил театром военных действий из-за постоянных набегов и грабежей в некоторых областях например в Венгрии много бед принесли турки со своим гнетом из-за которого многие районы жители вообще покинули в России появившейся на месте Московии как раз в данный период истории доля крепостных крестьян относительно остального населения значительно выросла власть помещика над своими крепостными значительно укрепилась за счет политики государства направленной на ужесточение соответствующего права власть землевладельцев над арендаторами укреплялась и в остальных восточных европейских странах Пруссию можно назвать одной из них причем дело даже не просто в монаршем потворстве аристократическим кругам способным повернуть оружие против королевской власти если постоянно не заниматься их умиротворением власть землевладельцев к тому же служила приводом экономического развития как обычно то есть не в первый и не в последний раз ход экономического прогресса сопровождался большой социальной несправедливостью крепостничество служило механизмом обеспечения одного из ресурсов необходимых для повышения плодородия земли речь идет о принудительном труде оправдывавшем себя во многих других странах во все времена в результате происходит раздел Европы приблизительно по руслу Эльбы и этот раздел в известной степени просматривается даже в наше время к западу от этой реки простираются страны эволюция которых к 1800 году привела к более открытым формам общественного устройства к востоку от нее обосновались диктаторские режимы под властью которых находились аграрные общества где меньшинство землевладельцев пользовалось всей полнотой власти над в основном крепостным крестьянством в этой области города не часто процветали так как на протяжении многих веков процветали города западной Европы восточноевропейские города представляли собой как правило обремененные неподъемными налогами острова урбанизации в океане аграрного хозяйства куда не поступало из сельской местности рабочая сила придавленная мертвой хваткой крепостничества на огромных пространствах Польши и России существовали разве что зародыши денежной экономики как раз между странами с неравномерным развитием проходила линия раздела Европы воспроизводившаяся снова и снова на протяжении предстоящей европейской истории линии раздела просматривались к тому же через неформальные институции например через права и положения женщин что всегда считалось вернейшим признаком прогрессивности цивилизации здесь можно провести еще одну линию раздела между средиземноморской Европой и северной которая должным образом продлевается и проходит между латинской и северной Америкой на протяжении этих столетий где бы то ни было зафиксировано совсем немного формальных и юридических изменений правовой статус женщин остался тем же каким он был всегда и только в конце текущего периода его стали ставить под сомнение как бы там ни было предоставление настоящей независимости женщинам в частности женщинам высшего сословия на самом деле случилось в северных странах Европы уже в 15 веке иностранцы обращали внимание на то что англичанки пользовались невиданной более нигде свободой передовые позиции Англии в данной сфере никуда не делись зато в 18 веке просматриваются свидетельства того что во Франции по крайней мере родовитая женщина могла пользоваться значительной реальной самостоятельностью тут свою роль сыграло появление в 18 веке нового стиля жизни высшего сословия того что пользовалось большей свободой проведения собраний ограниченной в рамках августейшего двора а также постепенно освобождающегося от религиозного и семейного обряда в конце 17 века мы узнаем о мужчинах в Лондоне проводивших встречи в кофейных и из таких собраний вырастают первые клубы по интересам чуть позже появляется понятие салон означавшее собрание для общения друзей и знакомых в гостиной приглашавшей их дамы изобретение таких собраний приписывают французам некоторые салоны 18 века служили важными центрами притяжения грамотных людей а также свидетельствами того что среди женщин считалось достойным и даже модным проявление интереса к интеллектуальным проблемам а не только к религии когда любовница Людовика 15 мадам де Помпадур показали ее готовый портрет она попросила пририсовать на нем книгу трактат Монтескью по социологии под названием Дефонс де леспри де луэ но даже когда женщины не претендовали на принадлежность к синим чулкам их салон и появление общества независимо от двора предоставляли им реальное пусть даже ограниченное убежище из заключения внутри собственной семьи наряду с церковными и профессиональными собраниями это были фактически единственные структуры в пределах которых даже мужчины могли находить разнообразие общения и отвлечения от рутины к концу восемнадцатого века мы вступаем в эпоху женщин-художниц и романисток а также признание того факта что уделом старой девы может быть только монашеское заточение откуда такие изменения пришли сказать сложно на заре восемнадцатого века редактор английского издательства Spectator уже задумался о том что стоило бы посвятить свой журнал читательницам наравне с читателями то есть нам следует обратиться далеко вглубь европейской истории возможно все дело в том что восемнадцатый век произвел на свет такие заметные образцы женщин обладавших большим политическим влиянием как английская королева и четыре императрицы одна австрийская и три русские правившие по собственному разумению часто даже толковее многих мужчин сказать что-то с полной уверенностью по данной проблеме не получается так как женская эмансипация все еще остается слабо исследованной сферой науки в заключении скажем что все описанные изменения никак не коснулись жизни подавляющего большинства народа на заре современной Европы даже в тех обществах что дальше остальных продвинулись в направлении капитализма пока еще не появилась массовой промышленной занятости порождающей пролетариат как первую великую общественную силу способную отвергнуть непререкаемую для большинства мужчин и женщин в равной степени непоколебимость традиционного стиля жизни традиция могла играть подавляющую роль прежде всего в большинстве сельскохозяйственных областей Европы или где религия пользовалась наибольшим влиянием в таких вопросах как подчинение и затворничество женщин но в 1800 году повсеместно главное место занимали появившиеся несомненные факты бытия сельскохозяйственных 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 Продолжение следует...